Денис Анданов Тема нашей сегодняшней лекции будет посвящена охране растительного мира нашей планеты и, конечно, с особым акцентом на место, где мы живем, это Байкальская природная территория. Дорогие слушатели, мне очень приятно, что такая тема у нас присутствует. Но вообще проблема исчезновения видов или проблема охраны редких видов растений является она на слуху и активно обсуждается учеными всего мира. Но не только учеными. Эта тема затрагивает и разные слои населения. Вместе с этим стоит отметить, что у нас могут какие-то виды быть изначально редкими в силу своей какой-то биологической природы. Но иногда именно такие моменты, как глобальные изменения климата или, допустим, большей частью человеческая деятельность приводит к тому, что виды, которые были достаточно широко распространенными, на сегодняшний день могут быть отнесены к категории редких. В качестве примера, непосредственно касающейся нашей Бурятии, могу привести пример. Очень такое растение, которое довольно часто встречается в степях, сапожниковия дивериката, сапожниковия растопыренная. Она в последние годы стала активно местным населением Юга Бурятии заготавливаться. Причем для заготовок идут корни данного растения. И вот это все сырье, наше местное население, поскольку в деревнях уже нет работы, это основной является источник дохода, начало активно для продажи выкапывать корни данного растения. И вот эта тематика очень широко у нас в научной среде обсуждается. И в данном случае, если эта тенденция дальше продолжится, то может получиться так, что это нередкое растение может быть внесено в следующее издание нашей Красной книги. Поэтому даже непосредственно здесь у нас, на таком маленьком примере, мы можем посмотреть, какова разрушительная сила человеческой деятельности. В целом следует отметить, что вот эта проблематика была озвучена еще в 1992 году, когда ученые многих стран объединились и была провозглашена Конвенция о биологическом разнообразии. Она была предложена 5 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро, и многие страны тогда эту проблему поддержали. И в силу эта конвенция вступила 29 декабря 1993 года. И с тех пор эта конвенция является одной из самых таких знаковых и основных, которая позволяет проводить охрану редких не только растений, но и видов и сообществ. При этом термин биологическое разнообразие – это какая-то своеобразная сеть жизни, то есть все то, что нас окружает. И чем более разнообразен окружающий наш мир, тем, соответственно, больше эта система является наиболее устойчивой. То есть если будет однобразие, эта система является очень хрупкой, и в итоге наша планета Земля, с учетом потери этих видов или сообществ, она может уже в значительной степени деградировать. Поэтому эта тема широко обсуждается. Вообще это включает биологическое разнообразие три разных уровня. В основном первый рассматривает это генетический уровень, тот уровень генетического материала, который заключен в нас же сами в живых организмах, и в растениях, и в микроорганизмах. Поэтому этот уровень является базовым. И следующий уровень – это видовой уровень. Когда у нас есть даже живые примеры, когда исчезают многие виды животных и растений. Результаты могут быть разными, но вот как раз человеческая активная деятельность может привести к таким печальным последствиям. И, наконец, основной, последний уровень – это экосистемный уровень. Когда все вот эти виды включены в эту общую экосистему, и все мы знаем такой основной постулат, что в природе все взаимосвязано. Это как раз может быть связано, что даже если какие-то ключевые виды выпадают из экосистемы, в итоге у нас, получается, можем потерять всю целиком экосистему. А это уже, соответственно, влияет в целом на биосферу в глобальном масштабе на все живое на нашей планете. Ну вот, эта вот конвенция такая одна из ключевых документов, которая позволяет проводить охрану редких видов. Но и при том следует сказать, что опираясь на вот эту концепцию биологического разнообразия, многие страны, ученые, они стараются активно проводить работы. И при этом основную цель, основными такими методами, это может быть создание так называемых особо охраняемых природных территорий. Я хотел бы на этом вопросе более подробно остановиться, потому что вот система вот этих охраняемых природных территорий у нас в России несколько отличается от зарубежной. Вот, все вы знаете, у нас она такая многоуровневая, включает в себя заповедники, национальные парки, заказники. Есть даже такие элементы охраны, это как памятники природы. И иногда даже вот для растений какие-то природные парки, это тоже может быть своеобразный какой-то иметь аспект охраны этих видов. Ну, система вот наша российская, она интересует всех других тоже в мире, потому что она такая хорошая. И помимо всего прочего, следует сказать, что вот именно охрана вот на уровне такого, как заповедники, у заповедников очень строгая система охраны. Есть даже такая зона, которая называется центральная часть тех или иных заповедников, ядерная зона, ядро заповедника. Там вообще запрещены любые виды хозяйственной деятельности. Единственным плюсом является, что там могут проводиться научные исследования, но тоже по таким щадящим технологиям. Поэтому, благодаря вот такой системе строгой охраны, у нас в России сохранились очень такие эталонные участки хорошие, не только растительного, но и животного мира. Поэтому, вот эта система, она себя, во-первых, оправдывает. Во-вторых, нашими учеными сейчас ведутся разные работы, предлагаются концепции развития тех или других заповедников. И поэтому вот такого рода вопросы надо поддерживать. Я хочу задать вопрос. А в других странах что нет такой системы охраны многоуровневой? Ну вот это интересно. Да, вот зарубежная наша, зарубежная система охраны природы, она в большей степени представлена национальными парками. Это вот национальные парки тоже у нас присутствуют. Они в последние годы тоже становятся такими очень распространенными системами. Но здесь видите, какая ситуация. В национальных парках, во-первых, разрешены некоторые виды хозяйственной деятельности. То есть, если они даже расположены на территории определенных образований, будь то муниципальных, будь то региональных, они являются, поскольку местное население там тоже живет, оно должно, допустим, иметь свои покосы или какие-то места для традиционного природопользования. И как раз национальные парки имеют разные выделенные зоны, и в них вот разрешена такая хозяйственная деятельность. — Я хотела уточнить, что только в России такая система охраны природы существует. — Да, вот такая многоуровневая, она существует только в России, и вот такого элемента, именно как заповедники в других странах, она не присутствует. И еще, конечно, плюсом вот этой системы, конечно, национальных парков, она активно развита в Соединенных Штатах Америки, в том, что помимо мест для хозяйственной деятельности, там выделены особые зоны для рекреации. Рекреация — это для отдыха, то есть те традиционные места, где люди отдыхали или приезжают туристы, посещают эти места. И вот эти места для рекреации, они являются очень важными в плане экологического образования. То есть не так же, ну то есть мы сами все путешествуем, ездим, а получается иногда так, что всегда интересно на новых местах узнать, что там есть, что произрастает. И многие люди этим интересуются, но зачастую так бывает у нас, что вот информации нету. А вот в системах национальных парков, вот своеобразные аншлаги раздаются на входе в национальный парк буклеты, они содержат много такой интересной познавательной информации. Причем эта информация, она такая для широкого круга населения, даже для малых детей. Там нарисованы такие простенькие схемы, которые позволяют понять, о чем мы начинали говорить, о хрупкости этих экосистем, как это необходимо нам сохранять. И вот этот аспект именно экологического образования очень важен, потому что если мы будем развивать у нас, в России, это начинание, то последующие наши поколения, они вырастут экологически грамотными и будут знать, что любое наше действие, во-первых, может вызвать противодействие от природы, либо может привести к каким-то необратимым последствиям. И вот поэтому мне очень приятно, что у нас в России мы не только привлекаем свои традиционные методы охраны, но вместе с тем привлекаем еще и такой своеобразный зарубежный опыт. Этот процесс у нас активно в России продолжается. И кроме того, вот такая категория, как заказники, она тоже присутствует за рубежом. Заказники в основном организованы вот именно для охраны так называемых охотничьих или промысловых видов. Ну, большая часть это объекты животного мира, таких заказников. Но часто бывает, что вот на территории вот этих заказников, допустим, тот, допустим, редкий вид оленя или, допустим, изюбря, который охраняет, у него кормовая база, какие-то редкие виды растений. И тогда тоже мы можем проводить совместную охрану. И плюсом является то, что вот эти заказники некоторые наши являются региональным значением. То есть даже сами муниципальные образования, районы, допустим, нашей республики, они могут право, утверждая своими актами, организовывать вот такие охранные территории. И если мы коснемся еще именно вопросов охраны растений, есть еще особая категория, где растения охраняются, это ботанические сады. К сожалению, у нас вот в Бурятии нету своего ботанического сада. Ближайшие вот у нас есть ботанические сады в Иркутске и в Чте. Но вместе с тем, что вот роль вот этих ботанических садов в последние годы она возрастает. Почему? Потому что, во-первых, надо вот растения, поскольку они, может быть, да, по своему статусу они могут быть редкими. Но это могут быть и ценные лекарственные растения, декоративные растения. И вот как раз ботанические сады, они позволяют сохранить в коллекциях вот такие уникальные для нас виды. И в то же время, вот если в природе эти виды, допустим, интенсивно используются, либо вот прошло строительство, и, соответственно, виды исчезли, вот тот, который был собран какой-то материал, это могут быть семена, корни этого растения, это можно вот сохранить в рамках коллекции в этих ботанических садах. И тут, конечно, примечательный является пример. Есть такое растение, мегадения бордунова из семейства капустных. Вот родственник той же нашей капусты, да, которую мы везде видим, потребляем. И вот эта мегадения была названа в честь известного сибирского ботаника, бреолога, бреологи изучают мхи, Леонида Владимировича Бордунова. И этот вид в предыдущих изданиях нашей Красной книги Республики Бурятия, в издании 1988 года и 2002 года, шел по статусу как вероятно исчезнувший вид. Почему? Потому что этот вид был обнаружен вот бордуновым как раз недалеко от дороги, и была такая очень маленькая изолированная место обитания этого вида. Но потом планы развивались, эта дорога стала расширяться, и вот эта территория, где рос этот вид, была полностью снесена, засыпана щебнем, и по этой территории прошла новая дорога. И многие ботаники раньше все уже считали, что буквально было одно такое место обитания, и все оно утеряно. Но благодаря такой вот именно целенаправленной работе групп ботаников из Иркутска были проведены специальные дополнительные поисковые исследования, и на основе знаний экологии данного вида было найдено три новых местонахождения, причем относительно недалеко от места первой находки. И для нас это был очень такой приятный факт, что вот растение, вот оно у нас сохранено. Плюс еще данный вид стараются сейчас, по крайней мере, культивируют, сохранять во многих ботанических коллекциях нашей страны. То есть у нас получается вот несколько разных уровней. Это могут быть и особо охраняемые природные территории, и, соответственно, могут быть ботанические сады, где вот именно в условиях культуры эти виды могут сохраняться. Но при всем при этом мы должны сказать, что вот именно хорошая такая плотная охрана вот этих редких видов растений невозможно без хорошей научной базы. Вот чем мы как раз и занимаемся, то есть стараемся максимально, мы можем даже, так сказать, все нюансы жизни растения распознать, понять причины, почему этот вид редкий, и разработать вот такие практические рекомендации, каким образом можно сохранить то или иное растение. Ну, мы с коллегами работаем в рамках многочисленных проектов. Это могут быть и различные международные проекты. Но самое главное, что вот наша территория, Байкальская природная территория, является вообще уникальным местом. Во-первых, все вы знаете, что Байкал является участком всемирного наследия, и, соответственно, охраняется уже много лет под эгидой ЮНЕСКО. Но и следует сказать, что вот Байкал, вот многие знают, да, что очень много эндемичных видов. Помимо того, что вот обитают такие эндемичные виды, как НЕРПА, ГОЛОМЯНКА, вокруг Байкала территория, она тоже характеризуется вот большим числом эндемичных растений. Ну, как мы знаем, эндемики – это те виды, которые уже невозможно встретить в других уголках нашей планеты. И вот именно охрана вот таких вот этих эндемичных видов является очень приоритетной. Почему? Потому что есть маленькие какие-то изолированные популяции этих видов. Буквально пара точек может быть вокруг Байкала. И представьте, в результате какой-то, да, человеческой деятельности мы можем потерять оба этих места обитания. И в итоге уникальный вид исчезнет с лица нашей планеты. Поэтому не только нами, но и другими мировыми учеными вот эта тематика активно обсуждается. И, ну, можно сказать, что мы не одни в наших изысканиях. И такого рода, во-первых, необходимо продолжать. Ну, что следует сказать, что, во-первых, если мы планируем проводить вот эти работы, мы должны быть тоже на острие не только российской науки, но и мировой науки. И поэтому все вот эти, которые современные методы охраны редких растений, мы тоже стараемся использовать в нашей работе. Допустим, есть интересные такие направления, как, допустим, пространственное моделирование распространения растений. Это используется на основе различных программного оборудования, когда мы закладываем в базу те точки местонахождения растений, которые нам известны, и закладываем разные данные, которые позволяют характеризовать это растение, его экологию, биологию, то есть своеобразный такой биоэкологический портрет данного растения. И программа с учетом вот этих данных, она начинает поиск. И сразу на карте она показывает потенциальные места происшествия тех или иных редких видов. Причем от того, насколько грамотно мы зададим вот этот биоэкологический портрет, зависит вот и точность находок. Можно ли вот эти участки называть экологическими нишами? Да, вот это как раз и есть. Экологическая ниша, как мы знаем, такое понятие давно существует в биологии, экологии. Это как раз вот то место, или некоторые ученые говорят, это профессия вида. То есть то, как этот вид существует в данной экосистеме. И вот знание, вот какую экологическую нишу занимает тот или иной вид, это как раз позволяет, во-первых, моделировать, и даже нам просто в ходе каких-то полевых исследований позволяет находить те места, где эти растения потенциально могут произрастать. Таких примеров достаточно много. Вот я упоминал уже про мегадению, но и мы сами тоже пробовали подобным методом. Вот мой коллега нашел вот вид, который обитает как раз на известняковых породах. Зная природу вот этого вида, была составлена предварительная карта, посетили эти места, вот степные такие известковые склоны, и в некоторых уже этот данный вид был найден. Хотя даже и раньше сколько людей работали в этих районах, они этот вид не могли обнаружить. То есть это такого рода работы ведутся. Ну, еще, может, какие-то вопросы? Да, вопрос я хочу задать. Извините. А вот глобальное потепление, как оно влияет на разнообразие? Количество экологических низ, их разнообразие увеличивается или уменьшается? И, соответственно, вообще разнообразие растительное? Ну, тут может быть два таких аспекта. Первый – это когда происходит глобальное потепление, то сдвигаются границы растительности. И иногда вот получается, это может оказаться положительным фактором. Часть вот редких растений, для них открываются новые экологические ниши, они распространяются. Но может и оказаться негативным в том плане, что вот все, которые были доступны, какие-то ниши, да, или в тех местах, где этот вид произрастал, они уже становятся непригодными для существования. И мы можем, допустим, наблюдать исчезновение этих видов. И помимо этого глобальное потепление, оно еще может, допустим, отодвигать границы той же хозяйственной деятельности человека. То есть те территории, которые, допустим, не были доступны для сельскохозяйственного освоения, да, и там существовали в таком изолированном месте обитания редкие виды растений, то, соответственно, потепление прошло, там уже можно, и люди начинают разрабатывать, и эти земли становятся землями сельскохозяйственного значения. И мы можем потерять вот эти уникальные какие-то места. для обитания этих редких видов. Ну, вообще проблематика изучения, вот, сохранения биологического разнообразия, будь то растительного, будь то животного, она является очень такой актуальной и на слуху. И, конечно, необходимо вот эти исследования продолжать. Мы тоже будем работать в данном направлении. И хочется сказать телезрителям, да, ну, вот, надеемся, что вот такая вот животрепещущая тема, она тоже поможет, потому что вот мы часто биологи, ботаники, в своей работе как раз именно тесно работаем и с местным населением. Иногда некоторые... Приезжаешь в деревню, люди уже знают, помогают, и вот только наши вот такие общие усилия как раз помогут сохранить уникальную флору и фауну Байкала. Спасибо.